Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Михаил Минко, исполняющий обязанности заместитель и руководитель ФНС России по Рязанской области. Здравствуйте, Михаил Леонидович! Здравствуйте! Ну, насколько я понимаю, сегодня мы с вами поговорим об имущественных налогах физических лиц. Давайте с вами напомним телезрителям, какие налоги и в какой срок мы должны заплатить. Ну, прежде всего хочется отметить, что в зависимости от наличия у физических лиц того или иного объекта налогообложения, они уплачивают три налога. Это транспортный налог, земельный налог и налог на имущество физических лиц. В федеральном законодательстве сроки уплаты этих налогов приведены к единой дате. Это 1 декабря года следующего за истекшим налоговым периодом. Поэтому за 2016 год рязанцам налоги необходимо уплатить не позднее 1 декабря 2017 года. А почему еще не все рязанцы вот к данному моменту получили налоговое уведомление? Ну, беспокоиться налогоплательщикам не стоит. Все налоговые уведомления сформированы и направлены в почтовое отделение. Напомним, что печать и рассылку уведомлений осуществляют филиалы ФКУ «Налогсервис» Федеральной налоговой службы. В этом году это были филиалы в Нижнем Новгороде и Кемерово. Поэтому налогоплательщики, получив почтовое направление, увидят там штампы либо Нижнего Новгорода, либо Кемерово. До конца октября все налогоплательщики получат уведомления и поэтому успеют уплатить, соответственно, налоги до 1 декабря. Также напомню, что в налоговом уведомлении содержится информация о всех объектах, независимо от их месторасположения. То есть, например, если у налогоплательщика есть квартира в городе Рязани и земельный участок, скажем, в Липецкой области, то в этом едином сводном налоговом уведомлении будет отражена вся информация и рассчитан налог и по квартире в Рязани и по участку в Липецкой области. Кроме того, Рязанская область в этом году участвует в пилотном проекте по направлению гражданам в одном конверте с налоговым уведомлением, также и требования о выплате налога. Поэтому в том случае, если у физического лица есть задолженность по оплате имущественных налогов и ранее такое требование не приходило, то граждане могут в одном конверте с налоговым уведомлением получить также и требования о выплате налога. Это, я думаю, очень удобно для налогоплательщиков и к тому же экономит бюджетные расходы на отправку почтовой корреспонденции. Скажите, а есть ли какие-то изменения в расчетах имущественных налогов за 2016 год? Да, изменения есть. Они в основном касаются налога на имущество физических лиц. По транспортному и земельному налогу ставки остались прежние. А вот по налогу на имущество физических лиц, прежде всего в ряде муниципальных образований Рязанской области в этом году применены дифференцированные ставки. То есть в зависимости от кадастровой стоимости объекта применяется соответствующая ставка. Например, в городе Рязани за квартиру, кадастровую стоимость которой менее 1,5 млн. рублей, налог будет рассчитан по ставке 0,2%. За квартиру от 1,5 до 4 млн. ставка составит 0,25%. И более 4 млн. рублей соответственно 0,3%. Для сравнения, в прошлом году такая ставка по всем таким объектам составляла 0,3%. Кроме того, при переходе от исчисления налога от инвентаризационной стоимости к исчислению налога от кадастровой стоимости, применяются понижающие коэффициенты для того, чтобы налогоплательщику было проще перейти от одной суммы налога к другой. Так, в прошлом году этот понижающий коэффициент равнялся 0,2. В этом году этот коэффициент равняется 0,4. То есть для большинства рязанцев сумма налога в этом году немножечко возрастет. Ну, необходимо отметить, что она возрастет не 2 раза, как этот коэффициент, а на достаточно небольшую сумму, потому что этот коэффициент применяется не к общей сумме исчисленного налога, а к разнице между суммой от кадастровой стоимости и суммой налога от инвентаризационной стоимости, которая была исчислена за 2014 год. Так, Михаил Леонидович, вот смотрите, в том случае, если у налогоплательщик зарегистрирован в личном кабинете на сайте налоговой службы, вот в этом случае он получит бумажное уведомление или нет? Внесены изменения в налоговый кодекс, и действительно налогоплательщики, которые являются пользователями личного кабинета, не получают уведомления по почте, а получают их в электронном виде непосредственно в личном кабинете. Я думаю, что это достаточно удобно для пользователей личного кабинета, опять же, экономит бюджетные средства, но если налогоплательщик все-таки захочет получать уведомления на бумаге, хотя является пользователем, у него такая возможность, конечно же, есть. Для этого ему нужно направить соответствующее уведомление, уведомление о необходимости направления налоговой корреспонденции на бумажных носителях. Делается это или из личного кабинета, или при личном визите в налоговую инспекцию, либо по почте. То есть, всеми этими тремя способами налогоплательщик может направить уведомление в инспекцию и будет получать уведомление на бумаге. Расскажите, пожалуйста, какие еще возможности в части взаимодействия с налоговой через личный кабинет есть у налогоплательщиков? Возможности, на самом деле, огромные. Налогоплательщик, который является пользователем личного кабинета, полностью контролирует свои расчеты с бюджетом. Он может увидеть сумму задолженности по налогам, может увидеть сумму переплаты, сумму начисленных налогов, может увидеть все характеристики объектов налогообложения, которые у него имеются и по которым, соответственно, рассчитывается налог. Кроме того, он может в своем личном кабинете осуществить оплату как за должности, так и начисленных налогов в режиме онлайн, может заполнить и направить налоговый орган в декларацию формы 3НДФЛ, может отслеживать статус камеральной проверки этой декларации. К тому же с этого года в личном кабинете есть возможность просмотра справок формы 2НДФЛ и страховых взносов, исчисленных, соответственно, работодателем. Вообще, с какими проблемами чаще всего к вам обращаются налогоплательщики? Ну, в этом году действительно есть несколько вопросов, с которыми наиболее часто обращаются налогоплательщики. Прежде всего, это вопросы о перерасчетах. Налоговым органам была проведена большая работа по верификации сведений об объектах с регистрирующими органами. И поэтому информация о многих объектах была обновлена. И вот по таким объектам, соответственно, были запущены перерасчеты за 2014 и 2015 годы. Согласно новому алгоритму расчета, старая сумма исчисленного налога сторнируется, то есть старый расчет удаляется. И новая сумма налога исчисляется уже по новому сроку, в данном случае по сроку 1 декабря 2017 года. Поэтому в своих налоговых уведомлениях плательщики могут увидеть, соответственно, сумму налога за, например, 2014 год, который они уже ранее уплатили. И одновременно с этим они могут увидеть сумму переплаты такую же. В этом случае не нужно спешить, не нужно писать заявление на возврат этой переплаты или повторно уплачивать, естественно, налог. Как правило, никаких дополнительных действий в этом случае не требуется. Вот если человек не зарегистрирован в личном кабинете, но все-таки по какой-то причине не получил налоговое уведомление в срок, тогда каким образом ему нужно себя вести? В том случае, если действительно уведомлений нет, налогоплательщику необходимо обратиться в налоговый орган либо по месту жительства, либо по местонахождению принадлежащего ему имущества. Можно с личным визитом обратиться, можно по почте, можно через личный кабинет. И после чего, соответственно, налоговый орган проведет необходимое мероприятие и направит налогоплательщику сформированное налоговое уведомление. Если мы расстаемся со своим имуществом, продаем его, нужно ли нам каким-то образом уведомить налоговый орган об этом? В том случае, если вы регистрируете какое-то новое имущество, в регистрирующих органах на вас регистрируется новое имущество, в том случае, если это имущество снимается с учета, никаких действий самому налогоплательщику предпринимать не нужно. Регистрирующие органы в соответствии с законодательством представляют и налоговые органы в течение 10 дней все такие сведения. Кроме того, до 1 марта следующего года в налоговые органы предоставляются полностью годовые сведения по всем изменениям по регистрации и снятию с учета соответствующего имущества граждан. Поэтому нет никаких действий предпринимать не нужно. А в том случае, если человек не должен платить налоги, ну, допустим, он является льготником, каким образом ему можно узнать, что он к этой категории относится? И каким-то образом нужно это оформлять, ну, свои льготы для того, чтобы не платить налог? Да, конечно. Прежде всего, нужно сказать, что существуют федеральные льготы, а кроме того, льготы существуют на региональном, на местном уровне. Обо всех этих льготах можно узнать, воспользовавшись специальным сервисом на сайте Федеральной налоговой службы налог.ру. Сервис называется «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». В этом сервисе необходимо ввести соответствующий налог, ввести тот год, который интересует налогоплательщика, и наименование муниципального образования. Вся информация, исчерпывающая информация, будет налогоплательщику предоставлена. Использование льготы налогоплательщикам носит заявительный характер, поэтому налогоплательщику необходимо самостоятельно представить в налоговый орган, в любой налоговый орган по выбору налогоплательщика, соответствующие заявления о предоставлении льготы и копии подтверждающих документов. Ну и давайте в завершение нашего разговора напомним владельцам имущества, куда им обращаться с теми вопросами, которые могут возникнуть. Прежде всего, удобно обращаться по единому федеральному справочному номеру Федеральной налоговой службы – это 8 800 7 2. Там ответят на все вопросы, которые задаст налогоплательщик. Кроме того, 10 и 11 ноября будет проходить мероприятие, ставшее уже традиционным. Это дни открытых дверей для налогоплательщиков имущественных налогов. В рамках этого мероприятия налогоплательщики смогут узнать больше о том, как исчисляются имущественные налоги, как уплачиваются, получить ответы на все интересующие вопросы, подключиться к личному кабинету при желании. Для этого необходимо иметь при себе только паспорт. Большое спасибо, Михаил Леонидович, что нашли время к нам прийти. Мы действительно узнали массу полезной информации. Спасибо. Я лично и наши телезрители. Я напомню, что у нас в гостях был исполняющий обязанности заместителя руководителя УФНС России по Рязанской области Михаил Минко. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Нашим телезрителям мы желаем всего самого наилучшего. До встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова